И теперь тоже плавно переходим к покупкам из области, наверное, уходовой косметики. Первое, что я купила, это довольно стандартная покупка. Это L'Oreal 3 Trio Actif. Это молочко для снятия макияжа. У меня моё закончилось. У меня был лосьон от Garnier, такой зелёненький, в зелёненькой баночке такой. Я им не очень сильно была довольна, потому что его надо было или надолго прикладывать, чтобы он разъел всю косметику, либо тереть глаза, чего совсем нежелательно делать. И я решила попробовать молочко от L'Oreal. И в принципе я не пожалела, что купила это молочко, потому что его нужно совсем немножко наносить на ватный диск, распределить по ватному диску. И буквально вот так вот за одно движение руки вся косметика, ну если не вся, то процентов 80, наверное, сразу снимается косметики. Его действительно нужно очень мало и расходуется тоже экономно. И теперь плавно переходим к средствам для волос. Об этих средствах первый раз я услышала от девушки, которая тоже здесь на YouTube. Её ник Эстониана, зовут девушку Аня, и она говорила про такие шампуни от Натура Сиберика. Шампуни Бальзам. И я, честно говоря, первый раз послушала, но особо как-то слишком сильно не обратила на это внимания. И после того, как я приехала с отпуска, волосы у меня стали просто очень такие, скажем так, подпаленные, выпаленные на солнце, сухие, безжизненные. Я пришла в салон к своему парикмахеру, и она мне тоже сказала, что вот лучше всего для таких сухих, ломких, безжизненных волос, лучше всего использовать шампуни без СЛС. И, собственно, порекомендовала мне фирму Натура Сиберика. Я сразу же после этого вспомнила про видео Ани, и решила, что действительно стоит попробовать. Потому что если уже два человека мне об этом говорит, то стоит как минимум попробовать. И я купила два шампуня и два бальзама. Для себя я использую шампунь для сухих волос. Вот такой вот. И бальзам для уставших и ослабленных волос. Первый раз, когда я попробовала их, то уже мне было очень приятно, потому что волосы стали мягче, они легче расчесывались, легче укладывались. То есть, в принципе, эффект был заметен сразу. Я не знаю, я пока только начала пользоваться этими шампунями. Возможно, в будущем они еще больше эффект какой-то проявят. Но пока что я пару раз ими пользовалась, и первое мое впечатление, я ими очень довольна. Также из этой же серии я купила шампунь нейтральный и бальзам для сухих волос. Этой парой пользуется мой парень. Тоже говорит, что ему очень нравится. Доволен он, потому что у него чувствительная кожа головы. И вот этот именно для чувствительной кожи головы. Здесь вот написано нейтральный. Говорит, что отлично они ему подошли. И, в принципе, мы обои довольны этими шампунями, поэтому будем продолжать пользоваться. И уже даже присматриваемся к гелям для душа. Посмотрим. Еще, кстати, забыла сказать, что Натура Сиберика – это русская фирма. И они делают натуральную косметику. Сюда не входит СЛС. Это пенящийся такой компонент, который заставляет именно делать такую огромную пену у всех шампуней. Эти шампуни пенятся, честно говоря, плоховато. Поэтому я использую его немножко больше, чем я бы использовала обычный шампунь. Но все равно мне нравится эффект, поэтому буду использовать их дальше. И последнее средство для волос, которое также рекомендуют тем людям, у которых сухие и безжизненные волосы – это Moroccan Oil. У меня это Moroccan Oil Light. Это для блондинок и для тех, кто, скажем так, не хочет получить такой эффект жирных волос. Потому что обычный Moroccan Oil, я слышала, что дает такой эффект жирных волос. То есть вы только принимаете душ, только моете ваши волосы, накладываете это масло, и у вас сразу они начинают слепаться, выглядеть как-то так немного жирновато. Я взяла вот такую маленькую баночку. Я зачастую всегда стараюсь в первую очередь взять мини-версии. И если мне нравится, я тогда уже покупаю полноразмерные версии. И вот это масло мне безумно просто понравилось. Это действительно очень классное масло. Его нужно совсем чуть-чуть. Я его наношу на руку, растираю, и потом наношу на волосы, но не на корни, а вот именно на кончики волос и где-то до центра волос я его наношу. Просто шикарно. Оно пахнет безумно вкусно. И волосы такие мягенькие от него становятся. Этот эффект, конечно, длится недолго, то есть где-то максимум полдня. В любом случае средство очень хорошее, поэтому если есть тоже возможность, естественно, то советую такое маселко себе купить. Пока что я им очень сильно довольна, поэтому чем дальше я им буду пользоваться, тем больше будет впечатлений. И, в принципе, кому будет интересно, то спрашивайте, буду вам рассказывать свои новые-новые впечатления о нем. И это, в принципе, все мои покупки, которые были сделаны на протяжении августа. И еще у меня осталось одно небольшое объявление. Объявление будет касаться в основном жителей Одессы, поэтому если вы живете в Одессе и вы любите макияж так же, как и я, то можете приходить на мастер-класс, который будет на Морвокзале. Проходить точную информацию я вам могу рассказать в личном сообщении, но скажу только, что какие темы будут рассматриваться в этом мастер-классе. Мастер-класс будет проходить целый день, поэтому очень много разных тем будет освещено. И среди них такие темы, как работа со спецэффектами, хайлайтерами, шиммерами, бронзерами, дневной мейкап, эйрбраш в салонной работе, аквагрим в фэшн направлении, подиумный макияж, анализ тенденций макияжа на мировых подиумах, минувший и грядущий сезон, основные тренды, мастер-класс, подиумный макияж. Как вы видите, очень много разных тем. Особенно интересно для меня это тренды в грядущем сезоне. Я уже, в принципе, имею понятие, какие будут главные тренды, но, может быть, мне еще расскажут что-то дополнительно интересное. Если вы хотите узнать больше про этот мастер-класс, то можете, конечно же, спросить меня. Я вам расскажу все, что знаю о нем. Стоимость билета 350 гривен. Я не буду участвовать в этом мастер-классе. Я только буду, скажем так, зрителем. Если вдруг вы решите пойти и найдете меня там, то обязательно подходите, здоровайтесь. Мне будет интересно с вами познакомиться. И, в принципе, это все, наверное, о чем я хотела рассказать в этом видео. Поэтому надеюсь, что встретимся с вами 8 числа. Если же нет, то очень скоро с вами увидимся в YouTube. Поэтому до скорой встречи!